Как заполнить анкету? Я Михална, и я вам расскажу об этом. Итак, в прошлом видео мы остановились на данном моменте, мы перешли на сайт для заполнения анкеты, и как только мы перешли на эту страницу, нам задают вопрос о нашем гражданстве. На данный момент я нахожусь в Венгрии, именно поэтому система выдает мне венгерское гражданство. Мы нажимаем «Нет» в этом случае, и выбираем нужную страну. В моем случае это Россия. И теперь мы можем перейти непосредственно к заполнению. Первый шаг – это регистрация. В правом верхнем углу вы можете увидеть две кнопки «Sign in» и «Became an Applicant». Если у вас уже есть аккаунт, вы можете просто войти в него. Если нет, вам нужно зарегистрироваться. Нажимаем на кнопку «Became an Applicant», и здесь у нас анкета, которую нужно заполнить. Ничего сложного, просто имя. Заполняем его латиницей. Далее вводим имейл. Также вы можете указать ваш скайп, это также пригодится вам в будущем. Номер телефона указывать необязательно, поскольку за все время мне никто никогда не звонил на мой российский номер. Также указываем гражданство и подтверждаем все эти защитные полиси с «Sign in Continue». Это ваш номер, который вам нужно запомнить. Вы его будете использовать, когда будете заходить на сайт. Также этот код придет вам на почту. Так что не волнуйтесь, вы его не потеряете, но все же лучше записать где-нибудь. «I wrote it down and continue». Значит, сюда, это «Continue by Selecting Study Program». Нам нужно выбрать программу, в которой мы будем участвовать. Итак, мы перешли на страницу, где нам нужно выбрать наш университет. Предположим, мы пока не знаем ничего о венгерских университетах, мы не знаем, куда мы хотим поступать, поэтому нам нужно просто описать наш запрос. То есть, предположим, я училась на туризме, и я хочу продолжить учиться на туризме. Поэтому я пишу «Туризм» в этой строке. Затем я выбираю «Мастер», то есть программу для магистратуры. Затем я выбираю «Полное обучение» и «Язык». Ставлю галочку на «Английский» и «Русский». Далее я нажимаю на кнопку «Найти программы», и что нам высвечивается? 10 результатов в разных университетах. Тут у нас и Будапешт, и Дюндьош, и Эгер, и Веспрем, и другие-другие-другие университеты в других городах. Для того, чтобы узнать больше информации об университете, вы можете нажать на кнопку «Больше информации», и откроется вот такое полное сведение, где, когда, почему, сколько будет длиться программа, какие документы нужно предоставить, жители каких стран могут учиться в этом университете. То есть все-все-все-все-все-все-все очень подробно описано. Также контактное лицо, с которым вы можете связаться в случае чего. Хорошо, мне понравился этот университет в Будапеште. Я нажимаю на кнопку «Apply now», оранжевая кнопка справа, для того, чтобы добавить его к себе в анкету. Как видите, я могу добавить еще один университет. В этом случае я уже примерно представляю, что я хочу поступить в Эстерхазе. «Carly University». Как вы видите, здесь 140 результатов, и здесь все возможные факультеты, которые представлены в данном университете. Поскольку мне нужен туризм, я выбираю «Tourism Management», нажимаю на кнопку «Apply now», и мы переходим на страницу к анкете. Как вы видите, мы выбрали два университета. Почему? Потому что сейчас, в этом году, вы можете выбрать два разных факультета из двух разных университетов, или в одном университете. Это все от вас зависит. И вы можете распределить их по приоритетам. Предположим, вы хотите поступить больше всего, вы хотите поступить в Будапешт. Вы ставите Будапешт на первое место, и в этом случае именно Будапештский университет будет рассматривать вас как кандидата. Если же вы подойдете к нему, все прекрасно, все супер, вы поступаете, вы учитесь, да будет вам счастье. Если же вы по каким-то причинам не подходите данному университету, вас будет рассматривать следующий университет, то есть тот, который стоит на втором месте. Предположим, я хочу больше учиться в Астерхазе Карл-Университи. Для этого мне нужно перенести его на первое место. Как я могу это сделать? С помощью стрелочки вверх. Мы переместили его. Все замечательно. Мы выбрали два университета. Нам нужно сохранить результат. Нажимаем на Save. Далее мы переходим к вот этим вот закладкам слева. Переходим в Profile. Здесь нам нужно указать личную информацию, то есть ваше имя, фамилия. Все поля, указанные красной звездочкой, обязательны к заполнению. Значит, мы указываем имя, фамилия. Если вы меняли фамилию, это лучше указать. Также пол. Выбираем гражданство. Страну, куда мы хотим поехать по этой программе, то есть это Венгрия. И во всех документах Венгрии просят указывать имя матери, то есть ее первое имя и фамилия девичья. Далее указываем документ, который вы предоставляете. Это может быть паспорт или ID-карта. Для жителей России и СНГ это паспорт. Значит, заполняем номер паспорта. Обязательно указывайте загранпаспорт, дата, когда он был выпущен, когда его срок годности истечет. Также указываем страну, которая выпустила этот загранпаспорт. Следующие поля мы пропускаем, потому что это для держателей ID-карты. И дата рождения. Дата, место и город. Далее вопросы про страховую карту, если она у вас есть. Страховая медицинская карта в Венгрии. Далее вы указываете, участвовали ли вы уже в программе. Да, я участвовала. Далее указываем номер налоговой карты, если она у вас есть. И загружаем фотографию. Через эту кнопку «Оплод мне фото». Когда вы все закончили, сохраняем результат. И переходим к следующей закладке. Это «Контакты». Указываем здесь ваш имейл, адрес, то есть улица, номер дома, город, почтовый код, страна. И здесь мобильный телефон и скайп. Опять же, сохраняем результат. Не будьте ленивыми, сохраняйте каждый раз. Далее нужно указать ваш уровень образования. Для этого выбираем здесь «Bachelor degree», то есть «Бакалавриат», поскольку я поступаю в магистратуру. Нужно ввести название университета. Далее программа, насколько я поняла и как я заполняла это в прошлом году, это название факультета и ваша специальность. Дальше информация по вашему диплому. Далее мы переходим к статусу вашего образования. То есть если у вас есть уже бакалавриат, значит, вы его закончили. То есть у вас вот бакалавриат, и он закончен. Вписывайте сюда даты, когда вы начали обучение на бакалавриате, когда вы получили ваш диплом, сколько вы проучились по данной специальности. То есть если это бакалавриат, это 4 года. Выбираем, какое это было образование. Ну, обычно бакалавриат в России — это полное образование. Если вы были держателем стипендии, также это указать. А страна, где вы учились, город, адрес, язык, на котором вы обучались. Если же у вас есть еще одно образование какое-нибудь, дополнительное или второе, нажимаем «Insert new block here». Получаем всю ту же информацию, только вы как бы вписываете ваше второе образование сюда. Данная кнопка «Neptune code» — это тот код, который вы получите, когда вы уже учитесь. То есть на данный момент вам это не нужно. И нажимаем «Сохранить». Возвращаемся и переходим к языкам. Здесь нужно указать ваш родной язык. Далее, если вы говорите на каком-то иностранном языке, то есть, предположим, это английский. Естественно, если вы поступаете в Венгрию, вам лучше всего говорить на английском языке. Выбираем английский. Если вы прошли какой-то тест профессиональный, тоже можно его выбрать. Ну и здесь ваш уровень языка, то есть для поступления нужен B2. Если у вас был какой-то опыт иностранный, обучение или работа за границей, можно указать на протяжении, сколько времени вы обучались. Далее следует несколько вопросов. Говорите ли вы их, хотите ли вы говорить на венгерском языке. Это просто опросник, он ни на что не влияет. Опять сохраняем результат. Переходим в employment. Это опыт работы, и вы можете его указать. То есть, видите, это не обязательно информация, это просто дополнительная информация. Показать ваш опыт и все такое. Указывайте название компании, указывайте, к какому сектору бизнеса относится эта компания. Предположим, если это туристическое агентство, это туризм. Также ваша позиция. Активити, немного информации про ваш опыт работы, ну и опять же даты, с какого по какое время вы там работали. Если же опять у вас был не один опыт работы, а несколько, просто нажимайте на кнопку insert new blog и заполняйте все то же самое, только про другую работу. Сохраняем результат. Переходим в activities. Немного информации о вас, то есть, чем вы занимаетесь. Предположим, я не знаю, играете в теннис или закончили музыкальную школу. То есть, любая информация, которую вы хотите сюда вписать. И сохраняем результат. Residences. Если вы когда-либо жили за границей, то есть, оставались за границей больше, чем на один месяц, вы можете и должны, в принципе, вписать это здесь. Опять же, если это было не один раз, нажимаем на insert new blog here, и всю ту же информацию заполняем. Только по другой стороне или по другому времени, когда вы оставались в какой-то стране. Опять же, сохраняем результат. References. В общем, если есть люди, которые могут зарекомендовать вас, например, ваш профессор в университете, он может дать хороший комментарий о вас, вы можете указать его имя и имейл. Вы не узнаете результатов этого тестирования, вы не узнаете вопросы. Это вот только для системы. И опять же, сохраняем результат. Документы. Переходим к тому моменту, где я показывала вам, какие документы вам нужны, в каком виде они должны быть загружены. То есть вы переводите все либо в PDF, либо картинкой, нажимаете на облачко или переносите просто сюда документ, выбираете. Ну, то есть все как обычно, просто загружаете все документы. Если у вас документ в PDF и состоит из нескольких страниц, не пугайтесь, его просто покажут, когда вы его загрузите, его покажут в несколько страниц. Это нормально. Ничего страшного, просто для системы это нужно в таком виде. После того, как вы загрузите сюда документ, вы можете его удалить, вы можете его скачать, вы можете его просмотреть. Опять же, сохраняем. Для того, чтобы понять, какие документы вам нужно загрузить, вы можете перейти сюда, в чек-лист. Видите, самая последняя вкладка. И здесь указаны все документы, которые вы должны прикрепить. То есть, предположим, сейчас они все красненькие, потому что я не прикрепила ничего. Когда же я прикреплю сюда скан загранпаспорта, я приду, опять же, в эту вкладку чек-лист, нажму на паспорт и увижу несколько вариантов. То есть, я еще не загрузила, я не загрузила паспорт, но я загрузила ID, карту, и также я загрузила паспорт. И выхожу отсюда. После чего, в чек-листе, это красный кружочек перекрещенный, изменяется на галочку. Предположим, что вы еще не закончили обучение, то есть, вы учитесь на бакалавриате в данный момент, и вы получите свой диплом только летом. В таком случае, вы переходите сюда и указываете тот самый пункт, я в настоящий момент учусь в университете, и загружу свои документы позже. Некоторые документы вы можете подгрузить позже, такие как медицинские справки, диплом, или же подтверждение уровня английского языка. Вы можете подгрузить их до августа. Насколько я помню, последний срок был 1 августа, поэтому в данный момент вы пишете, что у вас нет этого диплома на руках, после чего закрываете и видите вот такой вот треугольничек. То есть, галочка означает, что вы уже подгрузили документ, а желтый треугольничек с отрицательным знаком обозначает, что вы еще в процессе, и красный кружочек перечокнутый означает, что вы не загрузили никакие документы. Сохраняем страницу. После чего вы переходите к другой вкладке, это мотивация, и здесь вы пишете просто небольшое эссе, почему вы хотите учиться, почему вы выбрали эту программу, ну и все остальное. Вопросы здесь вот указаны сверху. И опять же сохраняете. Другое. Если у вас какие-то медицинские проблемы, если что-то, какие-то вопросы, предпочтения, это все здесь. Опять же нажимаем на сохранить. Когда все готово, вы все загрузили, вы готовы быть претендентом, даже если вы не все загрузили по документам, но вы заполнили все нужные поля, вы нажимаете submit. Если же вы что-то упустили, вы не можете пройти дальше, у вас указаны восказательные знаки, где, например, вот видите, в профиле я не указала красненьким выделены поля. Все указано, все понятно, все ясно, вам сайт все подскажет, не пугайтесь его. Главное, когда вы все закончите, не забудьте нажать submit, иначе вы просто не будете участвовать в данной программе. Если же вы все удачно загрузили, у вас откроется вот такое вот окошко, где будет указано ваши факультеты, которые вы выбрали, в университетах, которые вы выбрали. Также указан deadline, то есть момент, когда вы должны будете загрузить все документы обязательные, заполнить все поля обязательные. Также здесь вы можете исправить или дополнить ваше заявление. Каждый раз, когда вы идете заполнять, дополнять, догружать какие-то документы, всегда нажимайте submit. Это обязательно. В конце всегда нужно нажать submit, чтобы вы по-прежнему оставались участником этой программы. Если же вы просто хотите посмотреть на то, как выглядит ваша анкета и узнать, все ли вы догрузили или нет, можно нажать на view. Да, как видите, вы полностью видите вашу анкету. Она тут как бы идет просто, вы прокручиваете и вам показывается вся информация, или же можно вот слева по вкладкам посмотреть. Для того, чтобы переходить в чек-лист, не заходя в саму анкету, вы можете также посмотреть tasks слева от вас задания. Цифра 4 указывает, сколько у вас незаконченных дел. Вот они у вас все. То есть каждый раз, когда вы что-то загружаете, вам нужно идти сюда и говорить, да, я загрузил оригинал и перевод transcript of records или медицинских справок. И видите, оно меняется. Для того, чтобы вернуться на эту страницу, нужно нажать мои заявления в my application. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, это видео было для вас полезным, максимально полезным. Я попыталась объяснить все, что касается заполнения анкеты. Дальнейшая судьба вашей анкеты и вас, собственно говоря, как участника данной программы, я расскажу позже. Может быть, в следующем видео. Задавайте свои вопросы в комментариях. Я постараюсь ответить на все. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик и ждите следующих видео. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok